Переход на Платановая аллея. Эта подземка, как и многие другие в Сочи, оборудована специальным устройством для маломобильных людей. Вот как раз его и протестирует главный участник эксперимента Александр Ермолов. Чтобы спуститься в переход, звонит в компанию, которая обслуживает данное оборудование. Здравствуйте. Я инвалид-колясочник. Хотел бы перебраться с Платановой аллеи, остановку, со стороны торгового центра «Мелодия» на противоположную. А пока специалисты едут, Александр делится впечатлениями от безбарьерной среды в Сочи. Он приехал на курорт из Тульской области год назад и за это время успел изучить все подводные течения и камни. Курорт, безусловно, доступен до какой-то степени. Он гораздо более доступен, чем любой другой город России. Конкретно я из города Щекино, Тульской области. Около года проживаю здесь, в Сочи. И могу сравнить, смело сказать, что Щекино наши совершенно недоступны. На этот раз долго ждать не пришлось. Через минуту на помощь к Александру пришли специалисты. А вот на переходе возле остановки «Ривьера» – это следующий пункт, который проверил участник эксперимента – надо было подождать около 15 минут. Согласно норме, время ожидания составляет до получаса. В конечном итоге цель достигнута. Александр отправляется по заданному маршруту. Но что делать, если лифт не работает? А такая неприятность вполне может произойти. Первое – без звонки в диспетчерскую службу. Он может получить консультацию там, если задаст этот вопрос. Естественно, сами диспетчера не будут навязываться в этом отношении. Вторая позиция – стоят по всему городу большие информационные стенды, на которых есть значок инвалида и указана улица, по которой он может передвигаться. Ну и, естественно, никто не отменяет доброжелательность сочинцев. Недаром Сочи стал местом проведения всемирных игр колясочников и ампутантов. Это первый по масштабу и значимости соревнований маломобильных граждан после Паралимпиады. К слову, именно к зимним играм в городе была создана безбарьерная среда. Правда, сегодня из 96 устройств, предназначенных для передвижения по городу людей с ограниченными возможностями здоровья, исправны 62. Над остальными поработали вандалы, наводнения и нерадивые подрядчики. Решать же проблему с неработающими подъемниками и лифтами для маломобильных людей будут городские власти. Срок до конца ноября.